Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим об одном очень важном инструменте, который сильно упрощает жизнь владельцам сайтов. Но на первый взгляд может показаться чем-то очень сложным. Не могу сказать, что это не так, он действительно не прост, если вы хотите решать какие-то специфические задачи. Но для решения стандартных задач он очень удобен. Речь пойдет о Google Tag Manager. Название, кстати, мне кажется, не совсем удачным. Может возникнуть иллюзия, что GTM создан для работы с тегами, но это не так. Тегами здесь называются скорее какие-то процессы, которые вы запускаете на сайте. Google Analytics, Яндекс Метрика, отслеживание конверсий, Pixel Facebook. Все это теги в представлении GTM. И все они теперь собраны в одном месте. Начнем. Нам предлагаю создать аккаунт или войти в аккаунт. В принципе, в Google все взаимосвязано. Если у вас есть аккаунт в Google, ничего создавать не надо. Он уже воспринимает вас как пользователя Google Tag Manager. Но пока список аккаунтов девственно чист. Создаем новый, как всегда Свельта, наш тестовый сайт. Давайте в качестве разнообразия разрешим Google получать информацию и создаем контейнер. Это уникальный код, который нужно будет установить на сайт. Использовать мы его будем на веб-сайте. Тут возможно еще мобильные версии. И принимаем лицензионное соглашение. Для тех, кто привык все читать, есть русская версия. Все, теперь по традиции нам нужно взять эти два куска кода и вставить в раздел Head и Body нашего сайта. Обычно код вставляется только в Head, но тут лишнее действие, связанное с кодом, в Body обосновано. По идее, после установки кода вам больше не придется залезать в код страницы. Все действия будут вестись через Google Tag Manager. Поэтому код Google Analytics мы из Head удаляем и попробуем ее впоследствии подключить через GTM. Как вставлять в Head я уже много раз рассказывал. А вот про Body еще нет. Теоретически открывающий TagBody находится также в Head. Вставим сюда, но это нужно будет перепроверить. Кстати, для тех, кто боится копаться в коде сайта, можно воспользоваться каким-нибудь плагином. Например, DCO Insert Analytics Code. Так, ну а мы посмотрим, установился ли код. Ну да, в Body вроде все нормально, в Head тоже все есть. Он пишет об ошибке GTM на страниц, но это потому, что мы еще не закончили установку. Заканчиваем. Вот. Tag Manager установлен, но пока у нас нет ни одного тега. Ни один сценарий не выполняется. Давайте подключим Google Analytics, код которого мы удалили из Head нашей страницы. Создаем тег. Вот тут он предлагает нам выбор возможных вариантов. Их более 50. То есть, по идее, все, что вам может понадобиться по управлению страницей тут есть, а чего нет, появится. Более того, тут есть графа пользовательский тег HTML, куда вы можете вставлять собственный код. То есть, теперь сервисы не разбросаны по разным сайтам, а все собраны в одном месте. И на первом месте здесь, собственно, Google Analytics. Разницы между универсальным и классическим я не знаю, поэтому советую выбирать универсальный. Давайте сразу назовем этот тег. Оставим тип отслеживания просмотр страниц и выберем переменную. Вообще, переменная, как и триггер, это важная часть настройки тегов. Но в случае, если мы обрабатываем специфическое событие. В случае с Google Analytics нам нужно просто указать здесь идентификатор отслеживания. Где его взять? В Google Analytics как несложно догадаться. Идем в администратор. Настройки ресурса. Не путать с настройками аккаунта. В аккаунте может быть несколько ресурсов. И копируем идентификатор. Сохраняем изменения. Имя нужно указать. И, как я уже сказал, тип отслеживания оставляем просмотры страниц. Тут, видите, можно выбрать другое. И добавляем триггер. Тут один вариант. All pages. Сохраняем и имеем созданные тегы переменные, пока не опубликованные. Отправить. Он просит указать название правки. Еще можно оставить описание. Публикуем. Все. Теперь у нас есть опубликованная версия. Видите? Вот тег Google Analytics. Можно подождать какое-то время, прежде чем обновление вступит в силу. Но я зашел на сайт сразу после публикации. И в Google Analytics отобразился новый пользователь в режиме реального времени. То есть все работает. Это лишь малая часть того, что может Google Tag Manager. Скорее просто обзорный скринкаст о том, насколько это простой и гибкий инструмент. Надеюсь, мы продолжим эту тему и сделаем что-нибудь специфическое. А поэтому подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что еще вы хотите узнать утеплиться социальных технологий и любите друг друга.